Детское отделение на базе клиники «Новое зрение» в Бресте было создано год назад. Причина создания весьма обоснована. Недостаток – высоко квалифицированная офтальмологическая помощь детям. Как показывают мониторинги, сотни тысяч малышей и подростков страдают патологиями системы зрения и отклонениями в ее развитии. Цифра эта, к сожалению, растет. А ведь видеть мир ясно и четко – это важно для любого человека, в особенности для детей. Детское отделение «Новое зрение» создано по образцу ведущих детских европейских клиник, укомплектовано современным оборудованием, которое позволяет правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. И самое главное – в медицинском центре работает команда высокопрофессиональных детских офтальмологов. Это замечательная доктора, поносюк Наталья Петровна, доктор с огромным стажем, которая в Бресте, можно сказать, легендарная личность, ее знают. У нее огромный авторитет и в клинике, и среди коллег города. У нас есть доктор Можейко Татьяна Ивановна, тоже замечательный доктор, которая очень хорошо работает с детьми и знает все тонкости косоглазия. Совсем недавно к нам влилась коллектив Наталья Ивановна Бегеза, замечательный доктор. Это три замечательных доктора, хорошая, дружная семья, команда, которые с удовольствием и со знаниями будут вам помогать. Так что у нас арсенал, и благодаря тому, что у нас такой замечательный состав врачебный, мы можем нашим пациентам предложить абсолютно любое удобное время. И после школы, и после работы у нас кабинеты открыты с утра и до вечера. Мы ведем вечерний прием, многим работающим мамам это удобно. Кроме того, для иногородних пациентов, для пациентов, которые хотят приехать к нам из маленьких регионов Брестской области, естественно, открыт прием целый день в субботу и воскресенье. Это удобно. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, амлиопия – это лишь малая толика тех проблем, которые выявляют у детей и успешно решают детские офтальмологи нового зрения. Но в этом перечне есть еще и такое распространенное заболевание, как косоглазие. Его просто необходимо лечить, и оно успешно лечится. А вот если игнорировать косоглазие у детей, оно в будущем может привести к серьезным нарушениям зрения. Давайте разберемся, что такое косоглазие. Это такое положение глаз, при котором зрительные оси не сходятся на рассматриваемом предмете. Внешне это проявляется тем, что глаз отклоняется в ту или иную сторону, вправо или влево, вверх или вниз. Встречаются и сочетанные варианты. Косить может один глаз или оба. А как родителям распознать, есть у них малыша косоглазие или нет, и когда оно возникает? Косоглазие может быть врожденным, может быть приобретенным. Врожденное косоглазие вы увидите сразу, в первые три месяца после рождения ребеночка. Приобретенное косоглазие бывает у деток и до года случается. Артарания приобретенная считается. Но бывает косоглазие у деток и формируется в шесть лет. Чаще всего косоглазие возникает с одного до трех лет в результате нарушения рефракции. Это можно увидеть. В любом случае, если вы видите у своего малыша отклонение, зрительное оси отклонение глазика в другую сторону, даже незначительное, иногда возникающее, конечно, это повод обратиться к офтальмологу за медицинской помощью. Заметим, косоглазие – это не только проблема внешнего вида. Нарушения зрительной функции в детском возрасте способны привести к появлению психологических, поведенческих и социальных проблем развития. Чем опасно косоглазие? Косоглазие опасно тем, что нарушается связь между правым и левым глазом. Это приводит к тому, что снижаются зрительные функции. Плюс моторика, естественно, глаза нарушается, потому что связь между наружными мышцами глаза также будет нарушена. Кроме нарушения зрительной функции, страдает бинокулярная система. Это способность мозга видеть правым и левым глазом одну и ту же картинку. Кроме всего прочего, сенсорная функция страдает, нарушается стереоскопическое, объемное зрение у деток. Ну и самое страшное, угрозное осложнение – начинает формироваться амблиопия. Это то состояние, когда на худшей видящем, косящем глазу значительно снижаются зрительные функции. Какие причины возникновения косоглазия у детей? Причин возникновения очень много. Основная, самая большая причина, главенствующая – это наследственная причина, то есть наследственный фактор. Наличие косоглазия у родителей, у дедушек, бабушек, тёти, дяди и так далее. Вторая причина – это наличие аномалии рефракции. То есть если у ребёнка есть недиагностированная близорукость или дальнозоркость средней-высокой степени, астигматизм недиагностированный, либо смешанная вот эта рефракция, смешанный астигматизм – это тоже всё может привести рано или поздно к развитию косоглазия у ребёнка. Третий фактор – это амблиопия, то есть ленивые глаза у ребёнка. А как это ленивые глаза? Ленивый глаз – это тот глаз, который не работает. У нас глаза работают одновременно, содружественно, делят работу, скажем так, на двоих. И если один какой-то глаз начинает лениться, он с акта зрения выключается и начинает косить. Вот это и называется амблиопия. Это надо на раннем этапе диагностировать и коррегировать очками, и тогда мы добиваемся быстрого результата. Ну и вообще очень много причин, которые приводят к развитию косоглазия. Это протекание беременностью у мамы, то есть как она протекает. Были ли какие-то интоксикации у мамы, какие-то, например, инфекции перенесённые. Это всё может привести к наличию косоглазия у ребёночка в последующем. Рождённые пороки развития центральной нервной системы. Неврологические заболевания ребёнка, интоксикации, перенесённые инфекции ребёнком в внутриутробном возрасте либо раннем детском возрасте до года – это всё может привести к развитию косоглазия. Итак, причин возникновения косоглазия очень много. Но современная наука не стоит на месте. От этого коварного заболевания можно избавиться. И не верьте, что оно пройдёт само. Не пройдёт. И не ждите, когда ребёнок вырастет. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее и эффективнее будет лечение. А если вам об этом говорит доктор, совет прост – смените офтальмолога. Лечение косоглазия у детей нужно начинать непосредственно, с момента постановки диагноза и лучше всего в специализированной детской клинике. Прежде всего, это ранняя диагностика. То есть, чем раньше мы диагностируем его, тем быстрее мы добиваемся результата хорошего. Если мы нашли у ребёнка косоглазие, в зависимости от причины, которая привела к косоглазию, мы должны по максимуму добиться высокого зрения. То есть, если это рефракционная причина, наличие, например, некоррегированной гиперметропии, то есть дальнозоркости либо близорукости, мы назначаем ребёнку очки. Как правило, если ребёнок правильно носит очки, это быстро выравнивается, и мы добиваемся хороших результатов. То есть, прежде всего, это диагностика, правильная, полная диагностика косоглазия. Второе – это назначение очковой коррекции, правильной очковой коррекции. Третье – это объяснить родителям, как надо носить очки, в каком режиме носятся очки. То есть, чтобы родители, конечно же, это всё выполняли. Это практически стопроцентный успех, да? Чтобы нас родитель услышал, ну и, соответственно, это всё они делают и добиваются хорошего результата. Затем есть такая ещё методика – это окклюзия. Она, значит, тоже назначается каждому ребёночку индивидуально. То есть мы выключаем с акта зрения лучший глаз для того, чтобы косящий глаз, он работал за двоих, и он выравнивался. Это всё тоже индивидуально. Это такая разрабатывается под каждого ребёнка индивидуальная программа. Ну, соответственно, исходя из того, что мы поначалу имеем какую-то таблину. Безупречное качество офтальмологической помощи в диагностике и хирургии обеспечивает работу всей команды клиники «Новое зрение» в Бресте. Профессионалы-доктора уверены, только вовремя диагностированная патология, правильное индивидуальное лечение, если это необходимо, ранее хирургия, является гарантом сохранения зрения вашего ребёнка и комфортности пребывания в социуме. Очень здесь всё нравится, мы по рекомендации сюда попали, поэтому всё устраивает. Надеемся на лучшее, что доктора нам здесь помогут, высокого уровня профессионалы, поэтому будем надеяться на лучшее. У нас сложный случай, у нас оперировалось на два раза. Что-то врождённое. Ну да, да. Это долго рассказывать, но нигде у нас в Бресте нигде не могли напомочь. Тогда не было? Тогда не было, да. Мы узнали, что есть такая Светлана Владимировна, без неё, конечно, ничего бы не получилось. Она нам всё помогла, всё посоветовала. Бабушка на сердце спокойна на данный момент? Да, спокойна. Конечно, благодаря Светлане Владимировне. Вот с неё всё началось, и я думаю, что всё время. Она как бы теперь наш личный врач. Сотни малышей уже стали видеть мир в полном объёме и в ярких красках. А это значит, родители доверяют своих детей профессионалам медицинского центра «Новое зрение». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова